Доброго здоровья дорогие! И это ответы на очередные вопросы. В связи с вопросом о вампирах навеял вопрос о будущем. Первый. Неужели нам придется столкнуться с сотнями тысяч страшных существ, которые нас будут просто сгрызать на улицах? Это пока еще вероятность и одна из многих. Но вы лично решаете притягивать ее, приближать, либо выбирать другую. То есть реальность каждого человека разветвляется на множество, в зависимости от его выбора. Понимаете? То есть если вы соотносите себя с обществом, то вы живете, проживаете реальность большинства. И если вы развиваетесь индивидуально и все меньше обращаете внимание на мнение общества, то вы сами выбираете. Придется ли вам сталкиваться с кем-то? Или вы выбираете с кем вам встречаться ежедневно, ежесекундно? Улицы вымнут, и мы будем прятаться в домах без окон? Это вероятность более актуальна для Европы, особенно центральной, и особенно Соединенных Штатов Америки. Потому что там основные базы, и там основное количество этих существ под землей. И большая вероятность, что их в первую очередь там выпустят. Если выпустят. А наиболее безопасные сегодня страны это Россия и Китай. Хотя, кое-кто, пытаются проникнуть в Россию, то есть провести что-то в России. Или у них пока не получается, тогда они пытаются вокруг этих двух стран, вокруг границ, создать военные базы. По экспериментам с людьми. При которых начинаются появляться такие отсортированные существа, которые в итоге становятся методом отбора внутри этих групп. Внутри которых формируются особые личности, которые проявляются методом естественного отбора. По правилам выживают сильнейшие. Но это уже, об этом я уже рассказывал. То есть, если вы хотите обезопасить себя, так можете смещаться в Россию, Китай. Так, пока про другие. Есть еще безопасные страны, на территории которых нет этих баз, и которые относительно подальше находятся от этих баз. Но по ним, пока вы не задавали вопросы, может быть, поэтому мне пока информацию не дают. Случится ли это при нашей жизни? Вы обобщаете себя со всеми или с кем? Я же отвечаю многим, и кто сколько будет жить, или собирается, или кто сколько сам продлевает свою жизнь. Это же разные даты. Здесь непросто ответить. При моей жизни есть вероятность, что я их увижу физическим глазом. При вашей, не знаю. Напишите, сколько лет вы собираетесь жить, может быть, тогда станете яснее. А если нет, то какое будущее нас ожидает? Каждого разного. Каждого разное. Так хочется светлого, интеллектуального, гуманного и духовного общества. Я уже в живу. Я уже в таком живу. А вы в каком живете? Я общаюсь только вот с подобными, перечисленными здесь. Или сам выбираю, с кем общаться. То есть вокруг меня особое общество. То есть я взаимодействую ровно с тем, кто соответствует мне, или приближается ко мне, или учится у меня, или сотрудничает со мной. То есть именно с интеллектуальными, гуманными, светлыми и духовными людьми, которые в итоге вокруг меня формируются в некоторое общество. Плавающее, текучее, в котором прибавляются люди и убавляются. Пока у нас есть взаимодействие, именно в таком обществе я и живу. Когда люди из него выходят, то они вне моего общества. Я уже живу в раю. Понимаете, как это делается? А вы с кем живете? Вы еще продолжаете жить. С кем попало, с кем придется, или с кем когда-то начали, когда еще были трехмерными. Или экспериментировали. И все еще не можете выйти из старых экспериментов. Так дерзайте смелее. Добавьте себе энергии изнутри себя. И создайте себе общество. Начиная с самых близких людей. Создавайте себя ближних. Выбирайте новых. Создавайте, воспитывайте, учитесь друг у друга. Тогда у нас будет свое общество. Вам будет не до остального общества. Или вы будете позволять остальному обществу жить как... Или обществам жить так, как они хотят. А у вас будет общество. Выстроенное по вашим желаниям. Успеем ли мы это увидеть? Я уже вижу. Можете брать пример с меня. Руслан, выпуск зомби. Это просто планы и мечты, или есть вероятность, что их реально выпустят? И то, и другое, и третье. Планы, мечты и вероятность пока маленькая. Потому что сейчас выпускать их неэффективно. Я бы даже сказал, ближайший месяц точно неэффективно. Даже ближайшие полтора месяца неэффективно. Дальше идут развилки. То есть у вас есть месяц спокойной жизни. Используйте ее на... Можете использовать его на максимум. Реализуйте то, что хотели. Исполните свои мечты. Для чего это может произойти, если рассмотреть ситуацию многомерно? Причинно-следственные связи. Для чего это может произойти? А, это как ускорение. Сейчас энергия ускоряется. Сейчас карма возвращаемая, или последствия действий людей возвращаются все быстрее. Поэтому люди и притягивают к себе таких. Поэтому такое существует. Потому что люди... Так... Люди живут в агрессии. Часть людей, часть людей в страхе. О, часть людей в саморазрушении. И желание разрушить других. О! Поэтому автоматически под их энергию, то есть вот эти базы, вот эти вот деградирующие элементы, или люди, которые есть как на поверхности, так и внутри Земли. Особенно вот эти эксперименты. Они как раз и естественное продолжение, или естественное кармическое воздаяние. Так, нет, да, можно так сказать, а по-другому. То есть те люди, которые будут поражены, или которых... Получается, люди это заслуживают. То есть тех, кого это будет касаться, они сами притягивают своим поведением, своей жизнью тех, кто на них может напасть. В общем-то это происходит. Это происходит, но со стороны криминальных элементов сейчас. И это усиливается, или может усилиться, потому что сейчас энергия, текущая через людей, через Землю, через нашу Солнечную систему, ускоряет всё постепенно, медленно, но всё быстрее. Поэтому это просто кармические возвраты, или бумеранговые возвраты ускорятся. Вот за счёт... Вот поэтому формируются эти базы. Для ускорения опыта людей, которые сами желают, или сами порождают подобные, да. Эти базы, эти эксперименты породило общество, или большинство людей в этом обществе, которые... Нет, ну по поводу большинства, часть людей. Да. Их сознание, их текущие из них энергии, копящиеся, реализуются как раз там. То есть эти зомби, или вампиры, или деграданты, они выращиваются для определённых людей, которые их порождают своим мышлением, поведением, всем своим существом. Земля должна почиститься от людей, не готовых повышать вибрации вместе с ней. Почиститься. Ну они сами себя зачищают. Криминал, правоохранительные органы, военные. Вот кто из них, в ком из них есть агрессия, желание защищать, желание убивать, конечно. Они друг к другу постепенно и истребляют. То есть они сами защищают от самих себя землю. Постепенно, медленно. Они просто ускоряют самоуничтожение друг друга. Воюют друг с другом. То есть это касается в меньшей степени медных людей. Если касается только по кармическим причинам. В основном это касается военных. Тех, кто любит носить погоды, особенно оружие. Даже вот, кстати, мирные люди, которых пытаются или думают, что можно от кого-то защититься агрессией, тоже часто подпадают от программы самоуничтожения. Потому что они их порождают. Желанием кого-то убить, чтобы защитить себя или кого-то. Милнара, скажи, есть ли вампир или зомби, выпущенный на волю, нападает на обычного трехмерного человека. И если человек, защищаясь, убивает кровопийцу. Какую карму он при этом нарабатывает себе? Так, если это не прошлый кармический возврат, если это угроза, которая приближается к нему, точнее, они не всех могут трогать. Скорее всего, так. Если человек испытывает агрессию, наблюдая со стороны, если испытывает страх, агрессия особенно, страх на втором месте, но послабее, но тоже. Если он желает вступить в конфронтацию, защитить кого-то от кого-то, то он порождает, он включает в себя магнит притяжения к зомби, маньякам, преступникам, вампирам, кто бы там ни было. Даже, как обычно, он начинает вокруг себя излучать призыв к конфликту, именно конфликту именно с ним. То есть, он включает магнит, который, да, и создает все это ситуации. Но здесь... То есть, просто так на трехмерного человека никто не нападет. Здесь должна быть зацепка, должна быть... Должен быть... Должна быть агрессия для нападения или страх сильный. Желание защитить кого-то, желание на весь... Так. И похожие, похожие чувства или эмоции. Так. И если... На него идет нападение, и он в ответ... Если обмен идет равноценный, если этот человек допустил страх, и на него выйдет нападение, и он отражает, но при этом... Так. Здесь... Чтобы не породить новую карму, здесь... Сейчас... При каком случае... Все. Есть ответ. Есть ответ в единоборстве, которое называется Айкидо. Айкидо. То есть, если вы владеете Айкидо, или живете по принципу, теоретическим, практическим Айкидо, то есть, на любую агрессию вы не отвечаете агрессии, а лишь... Уступаете пространству в воздухе, уворачиваетесь, уклоняетесь. Там еще есть жесткое Айкидо, которое... Так. Которое травмирует, то есть, использует человека, но останавливает его, например, об землю, вот какие-то... То есть, ломает ему руки, ноги, а там карма начинает порождаться. Но если вы... Так. Это значит, надо быть ловким и иметь хорошую реакцию, чтобы вокруг нападающей пытались вас захватить, что-то с вами сделать, а вы от них уворачивались, крутились так, чтобы они пролетали мимо или про не... Хм... Только в этом случае карма не появляется. Когда вы уворачиваетесь или в крайнем... Или вы просто убегаете. Когда вы уходите от конфликта, только тогда карма не будет. А так, если он убивает кровопийца, да, он карму себе делает, если он остается жив, а кровопийца мертв, то есть, если кровопийца или любой преступник наносит вам травмы, и вы такую же, ровно такую же травму ему наносите, что не просто сделать, выверить, то здесь вы друг с друг другом обмениваетесь. Понимаете? Если вы делаете нападающим ровно то, что он вам делает, и у вас до этого кармы не было, то есть, вы на равных, то вы, если обменялись, если он вас ударил или вам сделал больно, вы ему ответили, сделали больно, и он, ощутив эту боль, понимает, что если он будет продолжать, он будет доставлять себе боль за счет ваших ответов, и он останавливается, то все. Вы обменялись ударами, и вы разошлись, потому что поняли, что это больно и дальше делать. То есть, вы совершили обмен, и кармы у вас нет. Вы вернули друг другу карму. Только в этом случае карма не порождается. Но если вы убили, а при этом вы кого-то убили, а при этом вы остались живы, получается, вы превысили то, что он вам сделал, вам лично сделал. Если он кого-то еще убивал, эта карма порождается с теми, с кем он это делал. Лично с вами порождается карма от превышения ваших воздействий. Превышение воздействий тех, когда вы отвечаете больше, чем он вам сделал. Если точно выверять, то понимаете, как это работает? Здесь, в драке, это очень сложно выверять каждую удар. Не просто. Я занимался боксом в юности. Конечно, я... Так, это не просто. Это надо быть мастером, учиться годами, может быть, жизнью. И лучшее единоборство это айкидо из всех, которых я только смог наблюдать. Бокс здесь не подходит. Если человек защищ... Так, нужно ли вообще защищать себя, своих близких, или вспомнить твои слова, что все происходит по кармическим связям и смиренно позволить вампиру сделать свое дело. Вы выбирайте сами. Есть пример Христа, который никого не трогал, никого не защищал и позволил себя убить. Есть множество других примеров, которые показываются в боевиках, в приключенческих фильмах, где герои побеждают всех или герои побеждают кого-то, а потом герой убивают. То есть, множество вариантов, при которых вы выбираете, как действовать. Но если вы кого-то защищаете, вы ввязываетесь в эту карму, в их карму, между теми, кто кого-то... Если кто-то на кого-то воздействует, значит, на них есть карма или они порождают карму. Если вы ввязываетесь, вы порождаете новую с ними карму в сцепке, в тройке. Сейчас время заканчивается, если не успел ответить на какие-то вопросы, можете продолжать их задавать на стене ВКонтакте под свежим видео. При большом количестве голосов есть вероятность, что я отвечу. На этом видео на стене в месяц, в месяц.